Глава 14. 18 февраля 1997 года. С днём рождения! Кейт заглянул в мой кабинет в Сиэтл Геральт. Я удивлённо подняла голову от монитора и увидела его в дверях с огромным букетом красных роз. На нём была толстовка на молнии, джинсы и чёрные кеды конверс. Волосы немного всклокочены. «Ты что, запомнил?» Я встала, чтобы поцеловать его. «Конечно же, я запомнил!» — улыбнулся он. «А теперь мне нужно, чтобы ты поехала домой и собрала чемодан, потому что мы должны успеть на самолёт в 3.30». Я посмотрела на него. «Ты о чём?» Улыбка Кейда оказалась заразительной. «Я везу тебя в Биксур». «В Биксур?» «Так точно, мэм!» — отрапортовал Кейт. «Я решил, что человек просто обязан увидеть место, где познакомились его родители. Не беспокойся, с твоим редактором я договорился. Следующие четыре дня ты официально свободна». Я прикусила губу, с трудом сдерживая возбуждение. «Биксур!» «Но разве у тебя есть время?» «Ты можешь так надолго уехать?» «Ради тебя могу!» — снова улыбнулся Кейт. «Джеймс справится с делами, пока меня не будет». Если Кейт готов лететь, то и я готова. Я была счастлива, возбуждена и тронута. Прошло восемь месяцев с тех пор, как мы начали встречаться. А после того, как Тресси и Марк слетали в прошлом месяце в Нью-Йорк, я в глубине души умирала от желания съездить куда-нибудь с Кейтом, пусть даже в короткую поездку на острова Сан-Хуан в нескольких часах езды к северу от Сиэтла. «Значит, ты ей уже сказал?» — раздался голос Джен от двери. На ее лице сияла довольная улыбка. Я кивнула. «Спасибо!» — поблагодарила я ее, беря куртку и сумку. «Я еду в Биксур!» «Жду от тебя колонку с отчетом о путешествии», — полушутя сказала Джен. «Я никак не могла сдержать улыбку. С днем рождения тебя, Кайли!» В Сан-Франциско Кейт арендовал автомобиль с открывающимся верхом. Мы сразу опустили его и поехали на юг по автостраде один, мимо Монтерея и Кармела. Прохладный ветер ерошил нам волосы. На наших лицах сияли улыбки. Из динамиков гремела музыка. Дорога оказалась узкой и извилистой, и я сидела, вцепившись в сиденья, пока машина то взбиралась на вершину утесов, то спускалась с них к самому морю. От окружающих пейзажей перехватывало дыхание. Воздух пьянил. Я никогда в жизни не испытывала таких ощущений. Это была душистая смесь калифорнийских мамонтовых деревьев и соленого океанского воздуха. Ничего удивительного в том, что мои родители полюбили друг друга именно в этих местах. Это было какое-то волшебство. Я посмотрела на Кейда и заметила, что он слегка позеленел. «Тебя укачало?» – догадалась я. Меня и саму слегка подташнивало. Он кивнул и свернул на смотровую площадку, где позировали туристы. «Фух!» – Кейд глубоко вздохнул. «Дорога прекрасная, но укачивает». Мы расхохотались. Он достал с заднего сиденья фотоаппарат и попросил меня попозировать у парапета. «Останься там!» – Кейд посмотрел на меня через объектив. Я нервно улыбнулась, гадая, что он видит. «Ты такая красавица!» – восхитился он, снова и снова нажимая на спуск. К нам подошел мужчина и улыбнулся. «Если хотите, я могу сфотографировать вас вместе». «Спасибо!» – поблагодарил Кейд и передал ему фотоаппарат. Это была наша первая совместная фотография. Кейд поцеловал меня в щеку, когда щелкнул фотоаппарат. А я вдруг подумала, будем ли мы рассматривать этот снимок, когда состаримся? Будем ли мы его показывать нашим детям и внукам? Вернемся ли на это место много лет спустя? «И вспомним ли эту минуту?» Мы вернулись в машину. Проехали еще несколько миль, а потом Кейд свернул на дорогу, ведущую по склону холма. «Гостиница называется «Пост Рэнч Ин», – объяснил он. «Мне хотелось, чтобы ты жила в самом красивом месте, Бексура». Я стиснула его руку, когда мы выехали на круговую подъездную дорожку. Нам навстречу вышел мужчина, поприветствовал нас и взял багаж. Через несколько минут нас уже доставили в гольф-каре к нашему номеру, уединенному и современному домику на скале. Мебель оказалась красивой в деревенском стиле. Мое внимание привлекла картина на стене с прибрежным пейзажем. Кейд лег на кровать, утонув головой в одной из подушек. «Знаешь, что я люблю в гостиницах больше всего?» «Что?» – с любопытством поинтересовалась я. Он лукаво улыбнулся. «Когда-то я очень много ездил по делам нашей компании. Больше времени проводил в разъездах, чем дома. Я провел столько ночей в гостиницах, что в конце концов нашел способ, как себя развлечь. Он указал на картину на стене, которую я разглядывала. «Разумеется, это дорогая гостиница, но обычно гостиничное искусство самое ужасное». Я кивнула. Так вот, оказавшись в каком-нибудь отеле, я выбирал самую дурацкую картину и писал для нее этикетку. Я придумывал название, что-нибудь вроде «Прогулка под Ивами», «Ретроспектива» или любой другой набор слов, который приходил мне в голову. А потом приписывал внизу цену. Я засмеялась. «Зачем?» «А ты только представь!» Я выезжаю. На мое место вселяется, скажем, Мэрил и Боб из Орландо. Мэрил видит, что картина выставлена на продажу. «Посмотри, Боб, настоящее искусство!» И всего три сотни долларов. «Боб, мы должны ее купить!» Боб, желая угодить Мэрил, звонит Портье. «Здравствуйте! Это Боб Смит из номера 402. Я хотел бы купить картину, которая висит на стене». Долгая пауза. «Прошу прощения, сэр!» – обретает голос девушка Портье. «Какую картину?» «Она называется прогулка под Ивами», – откашливаясь, отвечает Боб. «Она выставлена на продажу в нашем номере». «Сэр, мы не торгуем картинами из номеров». Я упала на кровать рядом с Кейдом и хохотала, как сумасшедшая. «Прекрати! Мне сейчас плохо станет!» Но Кейд продолжал. «Нет, вы продаете картины?» Мэрил начинает нервничать. «Я же вижу ценник на раме. Моя жена хочет повесить ее в гостиной». «Сэр, я должна сначала поговорить с менеджером». «Послушайте, моей жене пришлась по вкусу эта картина, и мы бы хотели ее купить». «Не понимаю, как ты до такого додумался?» – еле выговорила я, захлебываясь слезами от смеха. Кейд повернулся на бок и оперся на локоть. Его глаза сверкали, и я вдруг почувствовала прилив чего-то такого, что толком объяснить не могла. «Давай проведем остаток жизни вместе», – сказал он, заправляя мне прять волос за ухо. Я заморгала. «Правильно ли я поняла твои слова?» Он пристально смотрел мне в глаза. «Этого хочет мое сердце». «А твое?» «Да», – ответила я, и мои глаза защипало от слез. Я надела черное платье на тонких бретелях и туфли на платформе, собрала волосы в низкий пучок и взяла кардиган. Взявшись за руки, мы с Кейдом зашагали по дорожке к ресторану. По пути мы увидели девочку лет четырех-пяти в цветастом платьице. Она выбежала на дорожку, что-то негромко напевая. «Грейс!» – окликнул малышку мужской голос. Она засмеялась, когда родители, державшиеся за руки, нагнали ее. «Попалась?» – воскликнул отец, подхватывая ее на руки. Девочка снова захихикала. «Мне всегда нравилось имя Грейс», – сказал Кейд. «Мне тоже». Он посмотрел вслед девочки и ее родителям. Потом снова повернулся ко мне и кивнул, словно принял окончательное решение. «Да, точно! Наша малышка будет Грейс». Когда мы подошли к ресторану, солнце уже было готово опуститься за горизонт. Вид открывался потрясающий. И мы предпочли сначала выйти на террасу, чтобы полюбоваться небом, на котором появились оранжевые и розовые полосы. И только потом сели за столик. «Тебе здесь нравится?» – спросил стоявший позади меня Кейд, обнимая меня за талию и прижимаясь ко мне всем телом. «Я в восторге», – ответила я, глядя, как волны разбиваются внизу о камни. «Давай вечером после ужина прогуляемся по берегу», – предложил он. «Давай», – согласилась я. «Теперь я понимаю, почему твоих родителей потянуло друг к другу именно здесь». Я кивнула, думая об истории их любви. Бабушка рассказывала мне ее тысячу раз. Папа тогда сказал маме, что она самая красивая женщина на земле. Да и она решила, что красивее его никого нет. Они подошли друг к другу, словно две горошины из одного стручка. Так говорила моя бабушка. Они были родственными душами. Воспоминания накатывали, как волны, обрушиваясь на меня с такой силой, что я обхватила себя руками. У меня были липкие руки от поджаренного зефира. Дельфиниумы в бабушкином саду застыли в ожидании. Я не знала, откуда взялись эти мысли. Но потом поняла, что отдельные картинки из моего детства забурлили в моем сердце только потому, что рядом стоит этот мужчина. Я поняла, что с ним я в любом месте буду дома.